Ну, привет, друзья, привет, коллеги. Ну, у нас фильтр, фильтр важнейший, конечно. Разумные люди в нашей школе. Да, только разумные люди собираются. Ей-богу. Ну, вот, например. Нужно сделать первый шаг в создании науки о человечности. Мне написали. Я что написал? Я же сделал первый шаг. Сформулировал саму задачу, которую раньше никто не ставил. Мне написали. Так сделай второй. Я написал. Второй шаг. Пригласил к коллективному размышлению. Значит, третий шаг. Покажи, куда идти. Начни сам разрабатывать эту науку. Не торопяйся. Так. Что я дальше написал? Я написал. Вместе с этим я выделил базовые принципы человечности. Любовь. Сопереживание, чувство чужой боли, чувство бесценности живого, созидание сотворчества. Месси с этим сказал, что они были всегда приписаны только искусству и религии. Ну вот, что мне пишут. Так определяй механизмы, чтобы этого достичь. Молодцы. Слушайте, я просто потрясен. Какая у нас школа, человек будущего. Да, именно для решения глобальных проблем человека и человечества. Что может быть глобальнее? Дальше поехали. Вот что мне написали. Так определяй механизмы, чтобы этого достичь. Я написал уже, я не знаю, у меня уже нервы, как говорится, не выдержатся. Я там написал. Я же там сказал, что метод – коллективное сотворчество. И пригласил всех участников. Это и есть механизм. А мне написали. Иначе идея, призыв, повиснет в воздухе, если не покажешь, как двигаться в этом направлении. Я еще раз написал. Размышления. Фильтр. Кто разумен. И будут примеры. И мозговые штурмы. Сейчас еще видео сделаю и по этим пунктам скажу. И вот мне вопрос теперь. Вы знаете, вот это... Мне коллега пишет там, участник школы, человек будущего. Очень разумный. Да. Вот такой вопрос. То есть только практикой достигаться? Вот я пишу, как это понимать? Только практикой достигаться. Что ты имеешь в виду? Вы помните мой афоризм, да? Мы же не живем в головах друг у друга, да? Поэтому надо же понятнее писать. Но поскольку мой коллега думает, что я понятливый человек, а какой же я могу быть понятливый, если я уже зашорился в этой идее и ничего не вижу, кроме этого? Я говорю, как и все, когда замыливается в своей работе, не видит со стороны, как это выглядит. Потому что не все бывает понятно. Поэтому я начинаю уточнять естественным образом, как и все так делают. Вот я, что я пишу. Так, 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 так. Я же забыл сказать. Я же сказал, что второй шаг пригласил к коллективному творчеству. Значит мне написали. Значит третий, покажи, куда идти. Начни сам разрабатывать эту науку, не торопясь. Я написал тогда. Вместе с этим выделил базовые признаки человечности. Опять повторяю для всех. Любовь, сопереживание, чувство чужой боли, чувство бесценности живого, созидание, сотворчество. Вместе с этим сказал, что они были всегда приписаны только искусству и религии. Так определяй механизмы, чтобы это достичь. Я повторяю, почему. Потому что это очень важно. Я же сказал, что метод коллективное сотворчество. И пригласил всех к этому размышлению. Это и есть механизм. Иначе идея призыв повиснет в воздухе, если не скажешь, как двигаться в этом направлении. Размышления. Фильтр, кто разумен. Будут примеры и мозговые штурмы. Ну, все, кто знает, приемы, которые я буду еще дополнительно новые показывать. Естественно, для мозгового штурма. Это же потрясающе будет, когда мы будем такую серьезную науку создавать, как наука человечности, то есть коллективного мозгового штурма, как две половины мозга, которые синхронизируются для решения такой высокой задачи. И пробивают все штампы и стереотипы, выходят на вот это состояние потока, вот этой беспредельности, бесконечности, когда у каждого есть личный опыт внутренний. Не только личный опыт в размышлениях на эту тему, но вообще и генетический опыт. И весь этот опыт подключается к решению этой общей задачи. Это вообще потрясающая вещь. Я еще покажу, как мозговые штурмы делать. Это же есть метод создания этой науки. Ну, а вот тут, в принципе, мы договорились о том, что будет и теория, и механизм, и практика. Ой, как хорошо. Слушай, я такой счастливый, я такой счастливый, что у нас такая школа оболвенная. Очень счастливый. Я молодею прямо не по дням и по часам, потому что у меня появляются крылья. Крылья появляются. Это значит, я не один. Это значит единомыслие. Это значит, эта задача беспокоит не только меня. А в этом есть моя надежда и источник вдохновения. До встречи, друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.